Рабочие места на лето в рамках ученических дружин очень популярны среди ребят. Доказательством тому служит тот факт, что как только объявляется открытая регистрация на рабочей вакансии, то буквально за 15-20 минут эти же самые вакансии расхватываются как горячие пирожки. Школьники в возрасте от 13 до 19 лет обычно зарабатывают на карманы и расходы, выполняя более простые работы, такие как техническое обслуживание, озеленение, сбор урожая или даже курьерская работа. Однако в этом году конкуренция за такие вакансии, вероятно, будет даже выше обычной. Для того, чтобы предложить работу для молодежи, мы ищем работодателей, которые будут заинтересованы в предоставлении работы группе из 10-20 молодых людей в течение лета. Если мы возьмем в качестве примера Таллинн, то некоторые районные управы пошли нам навстречу и предложили рабочие вакансии, как, например, работы по благоустройству зеленых зон города и тому подобное. В прошлом летом молодые люди работали курьерами еды и упаковывали товары в производственных компаниях. Они помогали туристическим компаниям с ремонтными работами и с приемом клиентов. По словам Оття Вяли, сейчас трудно сказать, в какой степени кризис беженцев повлияет на количество мест в ученических дружинах, но это необходимо учитывать, ведь появилось много новых рабочих рук. Годы данной инициативы показали, что работодатели получают энергичных и хороших работников в виде дружинников, а молодежь учится ценить труд и ценить заработанные деньги. Несколько таллиннских городских агентств и частных компаний уже имеют положительный опыт в предоставлении временных вакансий ребятам. У нас в Лауласма есть летний детский лагерь. В прошлом году у нас там работали 10 молодых людей и 2 инструктора. Их основной деятельностью было содержание Большого двора в порядке. Мы очень довольны тем, как ребята работали. И в этом году мы уже заключили договор с учебной дружиной и ждем ребят снова к нам на летнюю работу. Помимо такой работы, дружинникам предоставляют работы и частные компании, например, в сфере услуг, где очень заинтересованы в компетентно-грамотных ребятах, а сейчас таких большинство. Поскольку ребята у нас в основном гимназисты, то мы придумали следующую схему. Пока сотрудники нашего представительства принимают заказы и обрабатывают различные данные в системах, дружинники в основном занимались внедрением и настройкой оборудования. Целевое учреждение ИПЛ-Асмалев готово ко всем предложениям и ждут от различных фирм варианты рабочих вакансий для ребят на лето. Ведь таким образом от этого выиграют все. Компании получают на лето дополнительный рабочий ресурс. Родители не будут обеспокоены тем, где проводят свое время их ребенок. Ну а сами подростки начнут понимать, что деньги можно заработать, а не клянчить у родителей, которым сейчас нелегко. Сергей Овченков, Лиза Адусо, Йонас Киммель. Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова